Одесситы Украинская морская партия предложила свою программу, социальную программу, карта одесситов. Карта одесситов предусматривает, что ежемесячно все пенсионеры будут получать по полторы тысячи гривен. Это очень важно, чтобы они сегодня имели поддержку от города. Наши специалисты посчитали, что это реально, это выгодно и для города тоже. Потому что большая часть пенсионеров, они не платят за коммунальные услуги, потому что они не могут оплатить их. У них нет средств на существование. Мы будем давать им эти полторы тысячи гривен, а они будут платить за коммунальные услуги. И деньги пойдут в город. Украинская морская партия Сергея Кивалова имеет действующие социальные программы, которыми на протяжении многих лет пользуются одесситы. На базе Одесской юрокадемии уже много лет функционирует юридическая клиника, где каждый житель города может получить консультацию от опытных юристов. За 23 года своей бесперебойной работы бесплатную помощь получили более чем 200 тысяч граждан. Помимо этого, для людей преклонного возраста проводятся специальные компьютерные курсы, а также работает клуб бальных танцев для пенсионеров. Кроме того, все граждане могут получить бесплатные стоматологические услуги и пройти бесплатное тестирование на COVID-19. Получив иммунный паспорт одессита в Центре по борьбе с коронавирусом, который всю пандемию работал и продолжает принимать жителей города. Сегодня университетская клиника Центра противодействия коронавирусу в Украинском морской партии Сергея Кивалова по сути превратился действительно в центр, городской центр медико-социальной помощи жителям города Одессы. И вот сейчас мы общались с представителями, с пенсионерами нашего города, и многие из них обслуживаются у нас, обслуживаются нашими врачами, проходят тестирование, обследование, и мы показываем, как правильно надо работать для того, чтобы действительно люди чувствовали обратную связь. В каждом районе Одессы функционирует приемная украинской морской партии Сергея Кивалова, куда могут прийти жители района и рассказать о своих проблемах. Ежедневно активистам партии поступают десятки заявлений. Лидер полицилы уверяет, что такую тенденцию он наблюдает в каждом районе. «Посмотрите, во что превратился город. Стыдно зайти. И хоть идешь в Киевском районе, в Малиновском, а в Приморско, в центр, вообще невозможно зайти. Застроили центр города, историческую часть центра. Никто никогда не простит этой власти то, что они вытворили с нашим городом. На каждом пятачке они строят жилые дома. Строят жилые дома, чтобы как можно больше и больше заработать. У меня такое ощущение складывается, что они скоро будут строить в детских песочницах жилые дома, потому что все уничтожили. Я думаю, они являются сегодня банкротами, поэтому очень боятся, чтобы украинская морская партия была на выборах. И были попытки незаконно снять с выборов украинскую морскую партию». Лидер партии Сергей Кивалов подчеркивает, что основная деятельность полицилы направлена на формирование качественного образования и медицины. Это учебное заведение нового поколения, развитие спорта в городе, бесплатная медицинская и правовая помощь. «Проблемы у жителей города практически одинаковые. Это огромные коммунальные услуги, которые нужно уменьшать. Это проблемы, как сегодня выжить, особенно людям пожилого возраста, которые отработали 40-50 лет на производстве и сегодня не имеют возможности заплатить за коммунальные услуги. Если он платит за коммунальные услуги, он не имеет возможности пойти в магазин или на рынок купить продукты». Забота о детях и пенсионерах – приоритет украинской морской партии Сергея Кивалова. Проблем больше, чем заявления от горожан, поэтому активисты партии лично узнают о наболевших проблемах, которые волнуют одесситов. «В рамках программы мы идем от двора к двору, сделали подрезку деревьев, ставим детские площадки, делаем благоустройство, потихонечку все приводим в порядок. Мы пришли в Киевский район надолго». В приемной украинской морской партии Сергея Кивалова поступает большое количество заявлений с просьбой помочь им с коммунальными проблемами, которые ЖКХ благополучно игнорирует годами. В новом городском совете полицила реализует программу «Зеленый город», которая включает в себя строительство мусороперерабатывающего завода в Одессе, установку солнечных коллекторов, что обеспечит горячим водоснабжением и теплом жителей одесских хрущевок круглый год, а также озеленение города Одессы. Вопросы благоустройства также в приоритете для украинской морской партии. По просьбам жителей Киевского района в кратчайшие сроки была установлена современная детская площадка. «Такие праздники – это здорово, это всегда хорошо. Всегда хорошо. Люди по-особому хорошо относятся к украинской морской партии. Я это вижу, я это чувствую. И вы знаете, мы иногда приходится по несколько раз бывать в одном и том же дворе. Вот мы здесь уже за последние две недели второй раз. Почему? Ну, первые пришли, они попросили, говорят, нужно помочь что-то, то-то. Надо принять граждан, которые нуждаются в юридической помощи. Мы это все делаем. Но мы сегодня зашли в англор для того, чтобы еще раз исследовать то, что мы должны сделать в ближайшее время. И эта идея украинской морской партии – установить солнечные коллекторы. Вот мы приехали обследовать, посмотреть». Представители Украинской морской партии уверяют, что они чувствуют поддержку со стороны одесситов. Тем самым мотивирует ее лидера – Сергея Кивалова – идти только вперед, к победе, чтобы улучшить уровень жизни в городе. Сергей Васильевич Кивалова, мы давно знаем, он всегда на все праздники поздравляет всю Одессу. Сергей Васильевич Кивалова, я надеюсь, что он будет надежным мэром, который будет прислушиваться к народу, который полностью будет принимать все просьбы, но не только от пенсионеров, а от жителей Одессы. «Я Сергея Васильевича знаю давно, я знаю его как порядочного человека. Надеюсь, что хоть он может быть, потому что ему не надо уже учиться, понимаете. Вот мне кажется, что вот он, если его изберут, он на второй день уже может встать за руль. А все, вот я посмотрю на некоторых, ну, желаемые за действительное». Сотни одесских дворов находятся в плачевном состоянии, которые нужно немедленно спасать. Украинская морская партия Сергея Кивалова подходит к решению проблемы максимально практично. Примером таких кардинальных решений может служить территория по адресу Елизаветградский переулок. «В 21-м столетии эта зона находится не просто в ужаснейшем состоянии, а в таком состоянии, что даже стыдно показывать и стыдно говорить, что это Одесса. К чему мы привели эту зону? Я когда сюда пришла, я поняла, что ее нужно облагородить, ей нужно заняться. И первое и основное задание для меня стоит – это, во-первых, очистить, зачистить и в дальнейшем, конечно же, построить спортивную площадку». Активистам полицилы понадобилось всего два дня, чтобы привести в порядок голый пустырь, который стал пристанищем для бездомных и людей с наркозависимостью. Украинская морская партия Сергея Кивалова готова поддерживать одесситов. Полицила делает все, чтобы жители нашего города чувствовали себя защищенными.